Вопрос. Нарушают ли пост инъекции плазмы для лечения выпадения волос? Краткий ответ. Инъекции плазмы под кожу головы не нарушают пост. Но если сделать эту инъекцию внутривенно, то это будет считаться приемом пищи или воды. В подобном случае пост будет нарушен. Ответ. Хвала Аллаху. Первое. Лечение богатой тромбоцитами плазмой, или коротко PRP-терапия, это новая технология, используемая при разных патологиях. Кровь пациента помещается в подготовленные для этого пробирки, затем их помещают в центрифугу. Там кровь обрабатывается и очищается. Когда кровь быстро вращается вокруг своей оси в центрифуге, из нее выделяется плазма, богатая тромбоцитами. Затем врач делает инъекции плазмы в необходимых местах. Эта технология используется во многих случаях, среди которых и выпадение волос. Для этого пациенту необходимо провести 4-6 процедур. В проведении этой операции, а именно в переносе собственной крови человека с одного участка тела на другой, нет проблем, так как это не относится к украшению, а является устранением дефекта и восстановлением образа, созданного Всевышним Аллахом. В резолюции Академии Исламского Фикха, номер 26, том 1, страница 4, в отношении пересадки органов тела другого человека, будь то живого или мертвого, говорится «Определение и виды». В первую очередь, необходимо понимать, что под органами подразумевается любая часть человеческого тела, как ткани, клетки, кровь и им подобные вещи наподобие роговицы глаз, независимо от того, отделены они от тела или нет. Первый вид – это пересадка органа живого человека. Она включает следующие виды. Пересадка органа с одного участка на другой участок того же тела, как пересадка кожи, хрящей, костей, вен, крови и т.п. Положение шариата по этим вопросам. Первое. Дозволено делать пересадку с одного участка на другой участок тела человека, но нужно учитывать, что ожидаемая польза от такой операции должна быть больше вреда, который она повлечет. Также она должна проводиться только при условии, что это делается с целью восстановления потерянного органа или с целью восстановления его прежнего состояния, или с целью восстановления потерянной работоспособности этого органа, или с целью устранения дефекта или уродства, которые причиняют человеку психологический или физический вред. Второе. Дозволено донорство органа, крови и т.п. одного человека другому, если эта часть тела автоматически восстанавливается, как кровь или кожа. Однако, донор обязательно должен быть совершеннолетним и в здравом уме, и не должен давать согласие стать донором под принуждением. И обязательно должны быть соблюдены шариатские условия, допускающие пересадку органов. Журнал Академии Исламского Фикха, том 1, страница 89, номер 4, приводится с сокращениями. Второе. Инъекции плазмы под кожу головы не портят пост, потому что это не относится ни к еде, ни к питью. Даже если добавить к этим инъекциям кальций, пользу от этого получит только кожа головы. Они не заменят собой ни еду, ни питье. Это похоже на нанесение на кожу масел, которые улучшают ее и оказывают благотворное воздействие. Или на сурьму, которая при нанесении оказывает благотворное воздействие на глаза. Или похоже на инъекции, которые не содержат в себе питательные вещества. Некоторые ученые, среди которых шейх Улислям Ибн Таймия, рахматуллахи алей, сказали, что если лекарство попало внутрь тела, не через рот и нос, то это не нарушает пост. К запрещенному относится то, что попадает в желудок, превращается в кровь и распространяется по телу. Такое не происходит ни при лечении глубоких ран, доходящих до внутренностей, ни при глубоких ран головы, ни при использовании клизмы и тому подобное. Смотрите Мадьму'уль Фаттауа, том 25, страница 247. В резолюции Академии Исламского фикха номер 93 говорится, Следующие действия не считаются нарушающими пост. Среди них указаны следующие пункты. Подкожные, внутримышечные и внутривенные инъекции, кроме инъекций с питательными растворами. То, что проникает в тело через впитывание кожей, как мази, крема, пластыри, которые применяются при лечении и которые содержат лекарственные средства или химические соединения. Таким образом, инъекции плазмы под кожу головы не нарушают пост. Но если сделать эту инъекцию внутривенно, то это будет считаться приемом пищи или питьем. В подобном случае пост будет нарушен. А Аллаху ведомо лучше.